20 декабря, мальчишки и девчонки И минус 3 Сегодня 3 урока Я свободен Сейчас поедем, заберем пластики А после работы, скорее всего, поедем и поставим их Погнали Готовченко Товар у меня Пласты здесь Значится, после работы Прям не терпится заскочить и поставить Кончилась работка, валим на базу Сначала заедем в Макдак Возьмем что-нибудь пожрать Жрать хочется, капец Самое главное, посмотрим, как они лягут на кромку Вот что меня больше всего интересует Короче, возьму один Big Special Коктейль не буду брать, но и в баню Забашляли Осталось получить Все, вот он, вожделенный кулек Такие классные фонари в машине Да, смотри Огибает всю жобу Сижу, короче, смотрю на кулек Слюной истекаю Не снимай, блядь Не выкладывай Еще тепленький Меня тут назвали гением Я выложил Шорт Блин, как я разогну Ну там соединил все партии В одну Белой реке и выложил Газур Угу. Звучит музыка. Короче, вообще ему, конечно, лучше помочь эту форму принять, да, прогреть его слегка. Но я хочу посмотреть, как она будет без фены работать. Вообще, я тебе говорила, что хочу постепенно уйти вот от этих липучек всевозможных. Однослойные пласты очень открыто звучат, они очень легко заводятся. Но у них есть минусы, у них есть куча обертанов всяких. Вот, сейчас будем потихоньку расслаблять и крутить, и смотреть, как она удастся мне избежать опять всяких вот этих липучек или нет. Так, прижимаю, сейчас смотришь, где волны. Вот волны, видишь, волна. Заворачиваешь. Заворачиваешь. Не зря эти все техники с тряпками работают, да? То есть, вот волна. Затягиваем. Вот волна. Все это будет шум создавать. Вот волна. Затягиваем, пока волна не исчезнет. Я буду пробовать ослаблять по чуть-чуть. Время-нибудь так. По одному винту ослабляю, натягиваю, простукиваю. Без всяких наклеек звучит классно. Дотягиваю до той поры, когда вот этот рык исчезнет. Вот в начале, в самом начале удара присутствует звук пластика, да? Вот мне это не особо нравится, что на моих хвостах это было. Чтобы это убрать, надо чем-то пригрузить, короче. Посмотри. Я думаю, заказав двухслойный пласт внутри с гелем, мне удастся избежать вот этих нашлепок. Ну, я так понимаю, нет. Здесь все пластиковые. Ну, пока ничего не буду клеить. Я настрою сейчас второй пласт, а там посмотрю. Ну, короче, чем я занимаюсь? Я их настроила, но мне не нравится этот призвук пластика. Поэтому я леплю лепилки. Вот. И пока без этих лепилок я не могу вообще никак обойтись. Ни на тех пластах, ни на этих. Я пока не услышала прям конкретной разницы. Я думаю, у меня еще кадушки, они слишком толстые. Ничего не услышишь, короче. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Решил попробовать, потому что вне школы прям хорошо зашли. Ну, теперь буду их вне школы продавать. Поставлю обратно свои. Но я вижу, что он на кромке не сидит. Смотри, видишь? Вот, кругом стоит просто вот так вот. То есть, естественно, как он будет звучать, если он не касается кромки, он просто вот там заглубит и все. Так что, не покатит эта тема. К сожалению, мне не зашло. Пласты очень крутые, но, видимо, они для барабанов из массива не могут. Массив он сам по себе получается толстый. Туда... Кому-то, кстати, это на любителя вся эта тема. Кому-то, кстати, очень нравится такой звук. Плотный такой, да, непробивальный такой прям. Мне нравится то, что власт не лег на кромку. Я могу, конечно, его прогреть. Что, будем греть, что ли? Что, серьезно, что ли? Не пробивай мне толстый, просто. Ну вот, короче, давай сравнивать. Оставляю их, короче. Офигеть, я уже два часа здесь. Ну давай сейчас до того, как я его поменяю, сравним просто. В общем, у меня сейчас такое ощущение странное, как будто я долго не был дома. Успел даже соскучиться. И вдруг оказался дома. То есть аналогию с пластиками со своими провожу. Да, то есть я уже их почти выкинул. Стал даже скучать по ним, пока настраивал те пласты. Давай послушаем, как звучат эти. Когда не нужно, пробивай, понимаешь? Ты можешь играть с динамикой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К сожалению, я потратил деньги зря. Я никогда не поставлю себе то, я не буду терпеть, сидеть, страдать, думать. Я же потратил деньги на это. Теперь мне надо играть на это. Нет. Вот теперь оно вот так будет здесь валяться. Оно не звучит на ударке из массива. Не звучит. Но в нешколе на фанерных барабанах очень хорошо звучит. Понимаешь? Толстая кадушка вот такая вот. Это реально прям кадушка. И двухслойный пласт это не канает. В общем, продолжаю дальше юзать. Эванс однослойный. Я впредь буду их покупать. Я, блин, беспамятный. Я уже пытался ставить. И пласты с белым вот этим напылением плевался потом. И как помню, только я поставила себе пласты однослойные, самые тонкие, G1. Вот тут я и офигел. Это было прям то, что нужно. У меня рука весит немного, а бью я именно весом руки. И когда мне приходится дожимать удар, да, добивать, то есть прилагать к этому силу какую-то, я устаю очень быстро. У меня эта игра уже не в радость. А это нифига не правильно. Игра на барабанах должна только и приносить радость, да, а не утомление какое-то постоянное. Не снимай, не выкладывай. 21 декабря, мальчишки и девчонки. Я уже с утра заводил машину, было плюс один на градуснике. Сейчас вот так надо дорогу переходить, видал? Просто нефиг делать. Плачу. Поехать омывайки взять сразу. Попробовать. А я, короче, омывайку беру здесь вот на базаре. Надо сейчас развернуться, короче, и там еще паркануться негде. Вон вот тачка стоит уже, видишь, нет. Тоже, видимо, покупает омывайку. Готовченко. Напигарил, короче, под завязку. Вот все ровно. Все нормально. Ждем колечки, будем менять. Ну, наконец-то, можно стекло помыть. О, форсунка засталась. Новый дворник, смотри, как чистит. Все отчистил. Вот чистую, блин. Плюс четыре сейчас показываю, прикинь. Плюс четыре. Капец. Вот такое болото. В декабре. Грязище, капец. Так. Настроил банки. Составил их правильно. Вот такая вот хрень присутствует. Что, скоро закажем пласты, поставим. Старая песня о главном. Где ноты? Где ноты? Не знаю я, где ноты. Где бумажка? Где бумажка? Не снимай, не бумажка. Да, ты попал. Передавай привет. А мама, привет, я в телеке. А мама смотрит? Мам, я в телеке. Нет? Я покажу. Объедаловка. Вот, я только что поел. А так бы сейчас что-нибудь сожрал бы. У вас. Ну все, лечимся на репетицию. Снег весь потаял, короче, потоп. Чувак, который продает эти пласты. Мы с ним списались. Я говорю, нифига, слушай, мне не вкатили твои пласты. Но на Ямахе они звучат очень круто. Прям, ну очень круто. Я, конечно, догадывался, почему мои не звучат барабаны с этими пластами. Но я в основном думала, что это из-за деревяхи. Но, как ты помнишь, у меня резонаторные пласты, они не резонаторные. Они обычные. Evans G1. Когда мне собирали эту установку, еще, знаешь, про что хотел поговорить. Многие говорят, что мы можем тебя спросить по барабанам, типа, что-то, ну, все, что угодно по барабанам. И ты такой специалист, нам все это расскажешь. Я реально не специалист. Я никогда не вникал, вот, прям вот, вникал прям в это. Я тебе говорю, у меня всю жизнь стоят... Вот у меня была старая установка, Mapix. На ней сновья стояли резонаторные пласты. Они очень тонкие. Здесь, когда я заказывала установку, они мне пишут, какие пласты тебе поставить. Я говорю, G1, однослойные. Когда они ко мне сюда приехали, оказалось, что и сверху, и снизу стоит G1. Вот такие дела. Я говорю, а как насчет резонаторных пластов? И они мне сказали, что все ставят G1. Мол, они нормально работают, как резонаторы. Чисто по ощущениям, да, барабан не раскрывается полностью. Он звучит довольно короткое время. То есть... И я так подозреваю, если сюда поставить настоящие резонаторные пласты, то они будут звучать по-другому. Абсолютно по-другому. Вот, я у него спросила, если его нет, он сказал, ну, резонаторные пласты у этого чувака. Сказал, что посмотрит, что ждем ответа. Если что, будем заказывать и ставить. А потом вернемся к тем пластам, если что. Если вдруг найдутся резонаторы. Я бы, конечно, хотела поставить сюда именно резонаторы. Как ты понимаешь, есть специально именно резонаторные пласты. Что я хотела сказать-то? Что Стофло никогда не погружался прям с головой. Понимаешь? Прям там, какой пластик там, блядь, какими палочками там. Тоси-боси. Не знаю. Собрался бить. Вот как она приехала. G1 снизу, G1 сверху. Все, как бы. И играю вот так уже четвертый год. И, конечно, меня убедили, что G1 вполне подходит для роли резонаторного пласта. Он очень тонкий. Но у нас даже спор. Я сейчас не знаю. Подниму я эту беседу? Нет. Найду я что-то. Спор зашел о том, что годится ли G1 в роли резонатора. Вот такие дела. Я говорил, что есть специальные пласты с пометочкой R, что они резонаторные. Они тонкие. Они очень хорошо дают ответку. Типа раскрывает звук. Но не знаю почему. Мне не удалось доказать это. Парням, которые вот собирают барабаны. Вот Каста Драмс. Вот еще мне становится как-то не по себе, когда мне говорят, а посоветуй ударку купить. Типа какую? Какое дерево? Сколько слоев? То-си-боси. Я такую, блин. Как будто я прожил жизнь и каждый год играл на новой установке. Сначала из семи слоев, потом из двенадцати, потом из массива, потом из такого дерева, из такого. Я понятия не имею, какую вам надо ударку, понимаешь ты? Купи какие-нибудь дрова, научись играть. Поймешь, что к чему. Начнешь искать, что получше. Вот как это работает. Тебе ничего не даст, если ты возьмешь какую-то суперударку. Ты не поймешь сразу ничего. Нужно идти снизу, понимаешь, чтобы понять что-то. Мне тут на днях писал человек, говорит, хочу купить педаль, посоветую какую педаль. Я говорю, любую покупай. Тебе нужна педаль, вот и покупай педаль. Какая тебе разница, какую ты купишь педаль? Ты все равно не понимаешь, какую тебе надо педаль, понимаешь? Ты поймешь только тогда, когда попробуешь то и это. Вот. И он говорит мне, то есть я понимаю, что ты специалист в барабанном мире типа. И если я спрашиваю, то я понимаю, что ты, то я знаю, что ты что-то в этом понимаешь. А если ты спросишь меня, то я тебе могу рассказать все за свет. Какие надо лампы, то и сё. Я такой сижу и думаю, я ведь ни хрена тебе не могу об этом рассказать вообще. Просто берешь, вот мне понравилась педалька вот эта перловая, просто чисто на вид. Знаешь, я испытала какое-то эстетическое удовольствие, когда я ее увидел. То есть зрительное какое-то удовольствие. От вот этой одной стойки, что здесь нету стойки, здесь вот такой вал, педалька одна торчит. И тут ничего нету сбоку. Мне так вкатило, что я захотел ее купить. Вот и все. Я не гулю так. А какой будет отскок, если я буду играть? А что там за пружины? Я ее купил и где-то через месяц поменял вот этот вот пружинный узел на подшипниковый. Я не ощутил разницу вообще. Но самое, что я ощутил, вот этот кайф, когда подшипничек работает. Понимаешь? Вот и все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Cezid DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звучит 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 музыка но я всегда читаю, я в силу своего воспитания, наверное, образования, ну, не нахожу к ответу много слов там, но я уделяю внимание всегда, я всегда офигеваю от того, как, ну, люди пишут такие длинные комменты, классные, вообще, мне нравится, моей мамка не спит еще, а кошка горит, порепали сегодня, смешанным, короче, репу, половину РХЧП, половину ТТ, через неделю концерт, готовимся, помаленьку, всем спокойной ночи, я пошел домой спать. Субтитры сделал DimaTorzok